Вот мне интересно, после того, как вы отсняли это все, вот вы ведь знаете, как это все происходило, вы ведь знаете, что никакого боя на самом деле не было, что никакой линии фронта не было, никакие дети никуда не ездили, вы все свидетели этому. Мне интересно, после этого, вот когда расходитесь, камеры выключаются, вам не стыдно перед вот этими кадыровцами одноразовыми, которые там реально воюют, которые реально участвуют в боях, находятся на линии фронта, теряют конечности, мы видим эти ролики, как их убивают. Видел, как отпрыски Патичака воюют? Там за день их пребывания, говорят, очень сильно все изменилось, берут военнопленных, отвоевывают новые территории, думаю, надо сказать Путину, отозвать армию, чтобы, да, мы об этом обязательно поговорим. Как вы знаете, Кадыров отправил на фронт в Украину своих детей, об этом говорила, все эти дни говорила кадыровская пропаганда, нам показывали, как в Украине они раздают гуманитарку, как они там с кем-то встречаются, как они позируют, все там омундированные такие с оружием. И сегодня Кадыров опубликовал нам подряд два видеоролика. В первом видеоролике было показано, как они, дети Кадырова, приезжают на передовую, но не на саму линию фронта, а некий штаб, то есть, который находится в непосредственной близости к линии фронта. То есть, это такая передовая, но там, где сидит управление, то есть, командование. Они приезжают туда, вплотную подъезжают на своих автомобилях, на своих кроссоверах дорогих. Кадыров опубликовал это видео и прокомментировал, что сегодня вот дети, значит, посетили передовую, там, бла-бла-бла. И давайте мы с вами сейчас немножко посмотрим этот видеоролик. Тумсо, насчет наложения звука стрельбы, ты не прав. Там на самом деле слышно, что вдали на фронте идет стрельба. Видимо, те, кто на фронте, по указке начали перестрелку. Я не думаю. Я думаю, что это просто наложенный эффект, скорее всего. Вряд ли они стали бы так заморачиваться. Пленные, наверное, местные алкаши у виноводочного магазина поймали. И они исключают такого. Не, ну реально, они могут быть и не алкашами, они могут быть обычными там мужиками, которых задержали на оккупированной территории во время этих зачисток и так далее. Как у нас это делали в Чечне российские. Вы же помните, абсолютно ни к чему непричастных людей задерживали. Объявляли их какими-то там участниками подполья и так далее. Я не исключаю, что это вот то же самое. Просто взяли каких-нибудь обычных украинских мужиков и отвезли, заставили их взять на себя, оговорить себя, да, что они были в каких-то там частях и так далее. Скорее всего, так и будет. Кадырову сказали, что пленных в подарок привезли как рабов. Это у чеченцев такая традиция в рабство брать или что это? А при чем здесь чеченцы, Олег Самко? Кадыровцы это российские военные. Может быть, у российских военных есть такие традиции? Я не знаю, это надо у них спросить. У чеченцев нет. Когда чеченцы что-то подобное сделают, тогда скажешь. А так пока это российские военные. Значит, у них такие традиции. Ну что, операторы Кадыровские в Украине делают успехи в развитии. Сейчас хотя бы не в лицо их снимали, а со спины. Конечно, есть еще куда расти. Ведь надо было из окопа снимать. Но ничего, удачи операторы. На самом деле нет. Мы сейчас чуть далее разоблачим их работу. Они допустили эпик фейл. Я думаю, Кадырову придется всю эту съемочную группу увольнять после того косяка, который они запороли во время этих съемки этого очередного Кадыровского кинофильма. Япон. Чемпион по поеданию котлет Адам. Самый прикольный пацан Ахматову и Али не в обиду. Тут соглашусь, конечно. Вообще, они выглядят очень эпично. Особенно вот этот младший. Это нечто. Он и фигурой еще очень похож на Кадыров. На самом деле, им было бы полезно немножко там на передовой побегать. Может быть, привели бы себя в немного форму. Томсо, а почему у детей Кадырова позывные К-13 Рокки? Почему не Шаманов или Буданов, например? Ну, не знаю. Не знаю. Мне тоже кажется, логичнее было бы иметь такие позывные. Томсо, а тебя не смутила погода на всех видео? Солнце и тепло. Хотя сейчас осень, погода хмурая, дождливая. Такая погода сейчас только на Кавказе. Ну, я же не знаю, какая там погода. Я допускаю, что, ну, может, погода была нормальная. Но факт, что все это действие, вся эта съемка проходила на одном и том же месте. Мелхи, те, кто им этот окоп копали, наверное, думают, зря силы потеряли на этот спектакль. А я думаю, что это, скорее всего, какой-то техникой выкопали. Навряд ли они это вручную копали. Ах да, еще по поводу этого окопа хотел сказать. Точнее, вообще этого действия. Вот мне интересно, после того, как вы отсняли это все, вот вы ведь знаете, как это все происходило? Вы ведь знаете, что никакого боя на самом деле не было, что никакой линии фронта не было, никакие дети никуда не ездили. Вы все свидетели этому. Мне интересно, после этого, вот вы когда расходитесь, камеры выключаются, вы же явно не расходитесь со словами, вот мы с вами черти конченые, чем мы здесь занимаемся? Вы явно так не говорите. Вы после этого, наверное, еще и гордитесь собой, да? Типа, да, вот классно мы отсняли этот материал, вот мы нормально тут постреляли. Вам не стыдно перед вот этими кадыровцами одноразовыми, которые там реально воюют, которые реально участвуют в боях, находятся на линии фронта, теряют конечности? Мы видим эти ролики, как их убивают, как они там взывают о помощи. Вам перед ними потом, вот как вы смотрите им в глаза, как вы друг с другом вообще, как вы это приняли? Когда это произошло, что в какой-то момент вы это приняли, и вы сказали, да, это нормально, ничего, да, вот, заниматься вот этой ерундой, снимать эти постановочные фильмы, это все, это круто, это нормально. Мы еще будем этим гордиться, друг друга будем поздравлять. Как вы к этому пришли? И что думаете вы, вот вы одноразовые, погибающие там за путь Ахмата, Хаджи и так далее, что вы об этом думаете? Вы ведь были свидетелями того, как они делали эти постановочные съемки. Вы же видели, как дети приехали там, отсняли и уехали, а вы остались там погибать. Что вы об этом думаете? Напишите в комментариях свои мысли. Правда, что там Шакрукхан приехал на этот фильм? Слушай, там и без Шакрукхана они очень хорошо справились. Актерство, кстати, вот, за актерское мастерство можно поставить лайк, они как актеры нормально отыграли. Там весь косяк это за съемочной группой. Операторы, режиссер-постановщик, это их косяк. Поэтому наказывать нужно именно их. А актеры молодцы, на мой взгляд, хорошо отработали. Как он ему говорил? Пригнись, пригнись. Сейчас прилетит. Что-то попадет в голову. Я представляю, как угорали стоящие там, находящиеся там, вот эти кадыровцы, которые реальные бои видят, участвуют. И они, представляете, перед их глазами развертывают съемочную команду, копают этот окоп. Там прям видно, что он свежевыротый. И они начинают куда-то стрелять. Наверное, это так смешно на тот момент. Я представляю, как они, как сами же эти кадыровцы ненавидят этих людей и все то, что они делают. По взгляду Айшат было видно, насколько ей самой не по кайфу было слушать это вранье. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok